Это новости. Мужчину по вызову 2 добрались. Наконец-то год 2005. Для женщин Европы цена любви резко понизилась. Режиссер Майкл Биглоу как замудрил. Ну что, это неплохая комедия, такая на пятерочку. Уже как бы не смешно. Но, ты же понимаешь эти сбитые шутки, но самоподача, мужчину по вызову, да вы унижаете мужиков. Все это высмеяно. Ну как бы, на один раз, на один раз пересматривать тоже можно. Роб Снайдер, Эдди Гриффин, Роб Снайдер просто великолепен в любых позициях. Эдди Гриффин, я Рон Графе, Тиль Швайгер, Дуглас Илс, в общем, одни мужики. Ну, практически. Бюджет был 22 миллиона. Бакинский сбор в США 22. Все, в общем, на 45. В итоге, ну, сами понимаете. И премия канала MTV, само социальное родное. Жрителей в Пиндас не было 3,5, сборов в России на миллион. А кто же среди них был? Наверное, большинство женщин. Время, в мире, 6 августа 2005 года, но релиз на DVD 1 декабря 2005 от Колумбия. Сонни. И первая часть, конечно же, обзор. Welcome на канал. Дьюз отправляется по приглашению своего бывшего сочинера на отдых в Амстердам. Ну, сами понимаете, что там. И в итоге понимает, что его вновь хотят вернуть в бизнес-экспорт услуг для женщин. Ну, не то, чтобы Дьюз был против. Платят неплохо. Но, во-первых, у него уже есть постоянная подружка. А, во-вторых, у европейских женщин слишком бурная сексуальная фантазия. Вот что замутили. Ну что, поставим 6? Давайте все-таки шестерочка. Это трэш. Честно скажу, это трэш. Где-то не смешно, но... Роб Шнайдер. Это сукин сын. Вот может же, может. Мужчина по вызову. Два. Год 2005. Это кред. Лайк или дизлайк. Подписка. Монетка. И welcome back.